Это Вести в 23. Мы продолжаем. Фото из Инстаграма журналистки Ксении Собчак, сделанное еще в апреле, взбудоражило общество. Телеведущая с наклеенной окладистой бородой в церковном облачении. Юрист из Кирова Ярослав Михайлов обратился в следственные органы с требованием дать оценку эпатажному снимку. По его мнению, Собчак, это цитата, перешла все границы вседозволенности и оскорбила чувства верующих. Главное управление Следственного комитета по Москве заявление приняло к рассмотрению. То есть, вероятно, проверки телеведущей не избежать. Хотя Ксения Собчак заявила, что к вере, кстати, написала это слово с большой буквы, данная фотография никакого отношения не имеет. А облачение борода продаются в фирме карнавальные костюмы. Отреагировали на скандалы священнослужителей, но по мнению, мнений в церкви разделились. Протодиакон Андрей Кураев, его, правда, называют диссидентствующим священником, думает, что фото это простая шутка и уголовный кодекс должен пройти стороной. Но глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, Всеволод Чаплин, уверен в том, что Ксения Собчак оскорбила чувства верующих. И публикацию неплохо было бы проверить. Попробуем разобраться. Здесь в студии Вестей в 23. У нас в гостях журналист Ксения Собчак и главный редактор сайта «Свободная пресса» писатель Сергей Шаргунов. Здравствуйте. Ксения, вы не против, если мы на плазме разместим вот эту скандальную фотографию из Инстаграма? Я только за. А вы, Сергей? Ну, я думаю, что желающие могут и так ее посмотреть в Инстаграме. Впрочем, коль скоро она уже появилась, то какое это имеет значение. Вот так вот, да? Но мы можем ее убрать, на самом деле. Ну, может быть, и не стоит, да. Хорошо, хорошо. Потому что там многие люди, которые не хотели бы смотреть, будут смотреть. Поэтому у людей есть возможность пойти в Инстаграм, он не закрыт. Но у людей есть возможность выключить, в принципе. Они не то, что прикованы к пульту и обязаны смотреть. Ну, может быть, они смотрят передачу, чтобы послушать наш разговор об этом, а не самоизображение. Ксения, скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, что вы не подозревали, что эта фотография может вызвать такую реакцию, тем более обращение в правоохранительные органы? А подозревали ли вы, что это может, если не оскорбить, то хотя бы задеть чувства людей? Вы знаете, я подозреваю в нашей стране уже все, что угодно, и обращение в СК по самым маразматическим поводам я тоже подозреваю, поэтому здесь как раз для меня ничего удивительного не было. Интересно другое, что вот эти оскорбленные верующие, которых как бы нам все время множат и говорят, что это такое вот большое количество людей, которые оскорблены, но мы их как-то не видим на улицах, не встречаем, они как-то вот находятся в таком невидимом поле, как в свое время в Советском Союзе всегда, это уже такой был штамп, любые такие обращения подписывались по просьбе трудящихся. Вот эти трудящиеся, это кто эти конкретно трудящиеся в Советском Союзе? Мы никогда этого не знали. Также и сейчас у нас по просьбе верующих. Я бы хотела все-таки оперировать цифрами. Вот вы знаете, наших верующих так много... Я бы точил, здесь не по просьбе верующих, здесь по просьбе конкретного гражданина Ярослава Михайлова, который обратился. Да, но закон у нас, насколько вы знаете, все-таки охраняет чувства верующих. Так вот, хотелось бы поговорить о сухих цифрах. А в Америке, которую так часто вспоминают, в том числе и в вашей студии, где вышло огромное количество уж таких фильмов, где и «Распятие», и «Христос», и там можно вспомнить фильм «Догма» и многие другие, уж так это все склонялось. Где-то, по официальным данным, от самых скромных подсчетов 20 до самых нескромных 40% людей, постоянно посещающих церковь. В России, чтобы вы знали, процент людей, посещающих церковь постоянно, так называемых прихожан, по разным оценкам, от 2 до 3%. Так может быть, дело все-таки не в инстаграме Ксении Собчак, может быть, дело не в неких оскорбленных чувствах, может быть, дело все-таки в чем-то другом. Что главная при этом у нас проблема, что православными себя называют более 70% людей, проживающих в России, но при этом прихожане церкви – это 2-3%. И, кстати, в том репортаже, который мы скоро выпустим с Антоном Красовским на СНОБе, где и была, собственно, эта фотография, мы в том числе с православными священниками говорим и об этой проблеме, которая есть. Уместно ли здесь сравнение с Америкой, в том ключе, что в Америке законно сжигание Корана, флага, Библии, то есть там промышляют всякие одиозные пасторы? Смотрите, ну, во-первых, мы знаем, к чему все это приводит, и в том числе к какому массовому смертоубийству. Поэтому я бы не хочу, с вашего позволения, я договорю, сжигание Корана известным пастором, и на самом деле это, конечно, носит характер кровопровокации. Если говорить об этой истории, то, во-первых, действительно мы православная страна, а в степени религиозности людей разберутся прежде всего они сами в 21 веке. Но то, что место, где отпевают и крестят, остается священным для всех русских людей, для абсолютного большинства русских людей и граждан России, для меня это очевидно. Меня, конечно, удивляет такая настойчивая и навязчивая тенденция все время бить по тысячелетнему православию, все время пытаться как-то поболезнений зацепить и поглумиться. Меня не вызывает лично каких-то маний репрессивного толка эта фотография в Инстаграме. И больше того, я считаю, что те, кто пытаются ввязать в это дело государство, они создают пиар подобного рода дурацким выходкам. Но дело ведь в другом, существует общество. И вот общество – это не группа лиц, которые бесконечно издеваются над православием и говорят, что все это там толстые дядьки, обвешанные золотом. А общество – это абсолютно большинство людей, которые воспринимают это как маргинальность. И поэтому о каком можно говорить претензии на влияние на общество, на политику, если заведомо себя таким образом высвечивать как супермаргинальную фигуру? Я хочу два слова сказать просто о том, что это такое – облачение. Но облачение – это… Учитывая, что вы сын священника и занимались изучением православной культуры на протяжении долгого времени… Что я вам могу сказать? Облачение – это нечто сакральное, то есть священное. Это сакральный предмет, существует в разных конфессиях. А почему он продается в магазинах карнавальных костюмов? Вы сказали, что в магазине карнавальных костюмов его? Да, у меня даже есть чек осталось. Вы знаете, дело в том, что в данном случае это проблема этого магазина, и это не красит данный магазин. А еще, наверное… То есть в фильмах тоже нельзя использовать костюмы священника? Наверное… Ведь в моем случае это художественный прием для репортажа. А, наверное, на Мосфильме можно найти где-нибудь в закромах тоже, значит, соответствующую эгрессу. То есть сжечь, уничтожить. Ну, во-первых, мы не знаем, чтобы, значит, женщины расхаживали, да, в православном одеянии. Во-вторых, вы же это делаете с определенным ипотажным. Это я мягко выражаюсь посылом. Нет, это ваше оценочное суждение, не так. Вы это все уже прокомментировали. Вы сказали, что это… Простите, это мой художественный прием для моего журналистского репортажа. И опять же, я бы хотела… Это очень важный момент. Вот вы говорите и тем самым показываете, к сожалению, свое совершенно незнание вообще разницы между православией и верой, к которой я отношусь с огромным уважением. Это ваше личное дело. И людьми, которые по какой-то причине считают, что они и есть воплощение Бога на земле. То есть к священству, кстати. Вы простите, я считаю, что среди наших священников… Вот видите, вы сейчас против всех священников говорите. И мы знаем, сколько этих историй вокруг людей на Глинтвагенах, часы-бриге и так далее. Я считаю, что можно верить в Бога и при этом не видеть связи между тем, что мой костюм вызывает у кого-то возмущение, а толстые люди, обвешанные золотом в бригиде, почему-то должны вызывать благолепие. Вы верите, что кто-то может быть оскорблен этой фотографией? Что чувства людей могут быть ущемлены, задеты этой фотографией? Вы знаете, красота так же, как и уродство в глазах смотрящего. Вы знаете, кого-то может оскорбить фиолетовый или цвета фуксии у вас, я не знаю, платочек в вашем пиджаке. Кого-то, поверьте, найдутся такие люди, которых это страшно оскорбит. Оскорбить вообще может быть все, что угодно. Да вот зря вы так говорите. Если мы поедем в какой-нибудь центр для нервических людей, это тоже может их оскорбить. Конечно, кого-то что-то в этом мире может оскорбить. Даже мой сейчас внешний вид может наверняка кого-то оскорбить и вызвать ассоциацию с трауром, например, у кого-то. Вы знаете, я бы хотелось все-таки, во-первых, еще раз напомнить, что это действительно вещи священные, то есть имеющие отношение к самому высокому и серьезному. Причем здесь священные, я же не в церкви стою. Вещи священные для миллионов людей. Я же не на обводе пою. Можно я бы сказать, что-то говорю. Человек в свое время рубивший православные иконы, тоже говорил. В Москве говорил, что это перформанс, потому что он их купил, они не освященные. Вот я повторю, что облачение, каждый его элемент надевается на священника с молитвой в алтаре. То есть на самом деле это святыня, это символ святыни. И в России, повторяю, миллионы православных людей и абсолютное большинство людей, которые относятся к этому как к святыне. Но это личное право вызова. То есть вас лично это оскорбляет? Мой вопрос. У меня это зацветает чувство брезгливости, а не оскорбления. У меня вот вопрос, будет ли продолжена эта фотосессия, как с другими конфессиями? Безусловно, этот репортаж не только о православии. Как же черная шляпа? Этот репортаж не только о православии. Вы обязательно сможете посмотреть. Мы вот его заканчиваем сейчас с Антоном, мы обязательно выложим на сайте СНОБА. Это художественный прием, не более того. То есть и все другие конфессии тоже? Никаких священных, никаких священных атрибутов здесь нет. Если следовать вашей логике, то нужно запретить все фильмы, которые будут показывать нам людей в священном облачении. Если следовать вашей логике, то нужно бесконечно закрывать тангейзер. Если следовать вашей логике, то нужно вообще любую христианскую атрибутику запрещать. Ответьте на мой вопрос. Или вы глумитесь только над православием? Я закончу, и после этого я отвечу. Я не глумлюсь над православием. Я верующий человек, но человек нерелигиозный. Я считаю, что та связка, которая произошла в нашем государстве между государством, властью и церковью, она преступна. Я считаю, что никакого отношения сегодняшней попы и священники к моей вере в Бога не имеют. Я не понимаю, в чем вообще связь моей личной веры и моей личной молитвы с тем, что какие-то люди называют себя помазанниками Божьей. А потом расстреливали священников. Там будут все конфессии, кроме буддизма, мы, к сожалению, не смогли просто технически связаться. Мы разговаривали и общались, и ходили, безусловно, в мечеть, общались с имамом. То есть вы будете наряжаться? Что значит, будет там? Или у вас будет интервью в этом номере? У нас будет интервью, и мы лично каждый раз меняем одежду, связанную с тем или иным. Вы понимаете, да, как это аукнется в нашем многоконфессиональном обществе, где много людей, которые очень болезненно это воспримут? Я не вижу в этом никакого оскорбления. Ну, как говорится, ничего святого. Сергей и Ксения, ваша позиция понятна. Один очень короткий вопрос. Вы будете сотрудничать со следователями, которые, возможно, выйдут на вас в связи с тем обращением, которое господин из Кирова, собственно говоря, подал в Следственный комитет? Вы будете со следователями сотрудничать? Отвечать на их вопрос? Вы знаете, ну, честно говоря, мне кажется, что уровень абсурда и мракобесия в нашей стране на сегодняшний момент настолько высок, что, видимо, в какой-то момент придется отчитываться из-за картинки в Инстаграме. Но, честно говоря, для меня это не столько уже удивительно, что жаль, сколько печально. Вот у нас есть другой автор, не господин Шаргунов, а господин Пелевин. И вот, мне кажется, наш сегодняшний мир больше всего напоминает мир из рассказов Пелевина. И вот это печаль. Вы его в значительной степени и формируете. Это мир Пелевина, это мир Мамлеева. Я как раз противник вашего судебного преследования, но в любом случае все это гнусно и не ново. Ненависть к России, к православию. Вы считаете, что у нас есть ненависть к России? Спасибо большое. Это сила России. Вы явно здесь не договоритесь. И мой костюм из Инстаграма. Вот этим и отличаются люди на наших федеральных каналах. Я думаю, что у вас большое в этом смысле будущее. Вас никто не перебивал, вы спокойно поговорили. Спасибо вам большое. Ксения Собчак, Сергей Шагрунов были в нашей студии.